Продолжаем сегодня работы по нашим грядкам. Технология такая. Намечаем, углубляем, засыпаем навозом сверху грунта и проливаем. Повторяю, для чего мы это делаем. Потому что у нас очень жаркое лето, сухое. Плюс ветра. Поэтому мы чуть-чуть заглубляем наши грядки, а не делаем их теплыми верхними. И потом удобно поливать. Сюда каплю кинули. И влага остается внутри нашей грядки. А теплая она за счет того, что внизу есть перегной. И вот эти бугорки, они немножко скрывают от ветров не так сильно ветер. Вон, как видно, какая трава от ветра на соседнем участке. Ну, влага сохраняется. Лучше потом, когда стебли тянутся вверх, чуть подсыпаем. И она прям не отключается. У меня такая красота. Все неправда. Ветер такой. Мозг плохо слышно. Вот. И сейчас пролью все хорошо и буду садить томаты. Тут параллельно покажу, в каком состоянии у меня тут посадки на этом пятачке. Значит, здесь у меня зашла редька дайкон. Вот она уже какая. Утром рано палила. Двадцать пять семян я сажала. В принципе, девяносто процентов, наверное, зашли. Так, клубнику посадили. Она принялась в большинстве своем. А вот это мой сельдерейчик корневой. Он тоже неплохо себя чувствует. Я его уже подкармливала. А это вот шалот. Тоже неплохо подрос. Поливаем. Такие дела. Так, начинаю садить рассаду по сортам. Грядки подготовили. Первый пойдет у нас сорт старый. Который у нас здесь очень часто садился. Еще в моей юности сорт Волгоградский 323. В горшках я его рассаживала, пикировала. Вот такая хорошая корневая система. Делаю углубление. И туда очень удобно с горшочка садить рассаду. Расстояние у меня сорок сантиметров. Ну вот с ящик. И я присыпаю уже посаженные растения такой вот сухой землей, чтобы не заветривалось слишком сильно, так как мы хорошо пролили эту канавку. Вот сухой землей присыпаешь, чтобы не выветривалось, не трескалось. Так, луночку я все равно проливаю, чтобы было в жижу такую. Бабушка говорила, посадишь в грязь, будешь князь. Ну вот я так делаю. Значит, смотрим еще раз, какая корневая хорошая. Ну и вот так вот оно получается у нас. Помидоры как бы углублены. Вот эта горка, она будет защищать от ветра некоторое время. Ну, в общем, защитные функции. Первая часть томатов посажена у меня. Какая-то часть у меня остается в теплице. Значит, с этой стороны у меня Red Hunter. А бычье сердце розовое, бычье сердце желтое и волгоградское 325, по-моему. А с этой стороны у меня Happy Net и Ботяня. Happy Net и Red Hunter это, по-моему, Голландия. А бычье сердце, Ботяня и Волгоградское это сортовые томаты. Немного навела порядок в этом палисаднике. Вот это у меня тимьян лимонопахнущий. И очень я люблю садовую гортензию. Это такой неприхотливый цветочек. И он так миленько цветет. И это садовая гортензия. Такая. И вот у тебя цветает шалфей. Санталина зацветет. И тумья у меня цветет, он беленький. И луки. Вот такая красота. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...